Сегодня в Барнаульских кинотеатрах должен был быть аншлаг, премьера нового Бэтмена. Но никакого ажиотажа не будет. Американская кинокомпания за день до премьеры отложила показ фильма о супергероях России. Причина события на Украине. Накануне стало известно, что целая плеяда мировых телекомпаний по этой же причине отказалась от прокатов своих новинок. Поставлен на паузу и новый блокбастер от Марвела Морбиус. Такая новость обрадовала далеко не всех россиян, в том числе барнаульцев. Эти санкции против России, которые связаны с фильмами, это жестко. Я считаю, что это неправильно запрещать прокат Диснея. Потому что я очень сама люблю мультики, фильмы. А как бы смотреть только фонд кино российского, я даже не знаю. Диснея, в частности, отменил прокат своих фильмов. Да когда без разницы проживем на российских. Думаю, зря затеяли эту идею, отменили все, что должны были показать. Расстроены не только горожане, но и владельцы сетей кинотеатров. Ведь это серьезный удар по бизнесу. Они сейчас воздерживаются от комментариев на камеру, но в социальных сетях зрители все же информируют. Деньги за билеты, купленные онлайн на нашем сайте или в приложении, будут возвращены автоматически. Если вы приобрели билет в кассе кинотеатра, то для возврата денежных средств вам необходимо приехать в этот кинотеатр и написать заявление на возврат. При себе нужно иметь паспорт. За счет чего сейчас будут выживать кинотеатры по всей стране, пока непонятно. А между тем, популярный сервис Netflix уже перестал транслировать 20 российских федеральных телеканалов. Более того, россияне в социальных сетях жалуются на то, что не могут оплатить подписку на тот же Netflix. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.